Шесть признаков клиники, где вам могут испортить зубы. Как вы понимаете, как вы догадываетесь, врача, как и клинику, нужно выбирать с умом. Нельзя пойти в первую попавшуюся и надеяться на удачу, что вам повезет. Это целая философия, их нужно правильно выбирать. Но на что вам опереться? Вы же не эксперты в области стоматологии. Поэтому сегодня я поделюсь с вами своими признаками, которые, возможно, вам помогут. Досмотрите это видео до конца. Я вам дам один совет, по которому, не выходя из дома, вы сможете сделать вывод, что эта клиника недобросовестная и вам там не помогут. Первый признак. Супер важный. В клинике должно быть чисто и стерильно. В наших клиниках все зоны ЦСО или стерилизации открытые. Они находятся за прозрачным стеклом. И наши пациенты могут наблюдать, как наши сотрудники ЦСО, службы стерилизации, обрабатывают инструменты. Это супер-мега важно. Мы подходим очень тщательно к этому процессу. У нас есть специальные посудомоечные машины, которые дезинфицируют, обрабатывают все инструменты без участия человека. То есть исключается ручной фактор. Стерилизация, автоклавы, обработка – это очень важный признак. Вы должны понимать, что вы доверяете здоровье врачам и должны быть уверены в этом выборе. Заходя в клинику, вы должны понимать, что все сотрудники вокруг и все помещение должно быть чистое, аккуратное. Все должны быть опрятные. Должны на приеме присутствовать ассистент, доктор в перчатках, масках, чистой пижаме медицинской, костюме медицинском. Эти все моменты супер важны. Инструменты должны быть в упаковке, при вас она вскрывается. То есть очень много моментов, на которые нужно обратить внимание. Вы будете понимать, как клиника подходит к процессу стерилизации, что она на этом не экономит. Это очень важно. Второй признак супер важный. Если вы пришли в клинику, я буду говорить, например, про ортодонтическую клинику. Вас посмотрели, проконсультировали и сказали, мы прямо сейчас готовы вам фиксировать брекеты. Бегите из этой клиники. Как он спешно сбежал? Это означает, что в этой клинике нет культуры диагностики. Что значит нет культуры диагностики? Вообще нет никаких протоколов диагностики. Мы, врачи, должны проанализировать вашу ситуацию в полости рта. Для этого нам нужны дополнительные методы исследования. Недостаточно просто посмотреть в рот. Нужна компьютерная томограмма. Нужны сканирования. Нужны фотопротоколы. Только после этого врач анализирует поступившую информацию к нему и может уже прогнозировать, планировать дальнейшее лечение. Потому что начало лечения начинается с плана. А невозможно составить качественный план лечения без качественной диагностики. Хорошо. Третий признак, который подскажет вам, что, наверное, это не ваша стоматология. Если вы заходите и видите, что оборудование устаревшее, нигде, как бы это ни звучало странно, не висят дипломы о повышении квалификации. Доктора, наверное, последний раз проходили обучение еще при царе Горохе. Нужно обратить на это внимание. Потому что, как правило, доктора такие, знаете, продвинутые, которые бесконечно где-то обучаются. Какие-то новые методики в дом несут. Они все такие движушные. А когда общий градус настроения в клинике, ну, так себе, слабенькое, энергетически заряженное, то, наверное, надо задать какие-то вопросы. Как понять, что они повторяют? Это же, ну, если ты заходишь в клинику, а там ходит какой-то пенсионер, шаркает ногами в тапочках такой. Ну, наверное, он в последний раз на обучении был при Сталине. Ну, а чего вы смеете кучу таких? Вам требуется помощь, моя госпожа. Наверняка в вашей жизни попадались такие клиники. Если да, поделитесь в комментариях и поставьте лайк этому видео. Четвертый признак вытекает из третьего. Если на приеме вас встречает выгоревший энергетический доктор, который устал лечить пациентов, которого нет сил обсудить, объяснить, показать и рассказать, я думаю, что вы тоже сбежите из такой клиники. Врач должен быть энергетически заряжен на ваше лечение, и ваше лечение должно быть в приоритете у него. А на вокаин вколоть не хотите, док? Ну, вы не путайте. Все мы люди разные, и у всех разный психотип. Возможно, доктор просто флегматик, и он имеет такую форму общения с пациентом. Но вы умные, и, соответственно, понимаете, да, и считываете таких докторов, которые просто устали от жизни, устали от этой работы, либо они просто спокойно с вами разговаривают. Вот я, например, сангвиник. И как руководитель клиники, когда мои знакомые звонят и спрашивают, мне нужна та или иная медицинская помощь в своей клинике, подскажи, к какому доктору пойти. Я не сомневаюсь в мануальных навыках ни одного из своих докторов, но, зная человека, который ко мне обратился за помощью и психотип своих докторов, я всегда выбираю, к какому доктору порекомендовать пойти своему знакомому, исходя из психологического состояния. Потому что флегматику будет комфортнее с флегматиком, холерику с холериком. Это тоже очень важно. Вы правда дантист? Пятый признак некачественной клиники. Вас раскручивают на всевозможные услуги. Я думаю, что это видно и понятно. Каждую услугу, которую доктор вам презентует, он должен объяснить, для чего она нужна. Вот, например, давайте разберем кондиолографию. Кондиолография – это исследование височно-нижнечелюстного сустава. Здесь сложно недооценить или переоценить эту манипуляцию. Но если вам еще сверху навязывают, ну, я не знаю, букальный массаж, например, в стоматологической клинике, наверное, это будет какая-то экстрауслуга. Поэтому будьте бдительны и задавайте дополнительные вопросы. Доктор должен объяснить, зачем он это делает. Потому что, ну, не будем скрывать, что очень много клиник коммерциализированных на рынке. И, соответственно, они вынуждены, исходя из их управления, раскручивать пациентов на какие-то дополнительные манипуляции. В нашей клинике иногда, кстати, бывают такие случаи. Вот недавно я ехала в лифте с нашим пациентом, и он мне говорит, странные у вас доктора, Ольга Юрьевна. Я говорю, почему? Вот доктор мне говорит, я вижу у вас вот два кариеса, ну, давайте вот вы снимете брекеты, и через три месяца придете, и мы с вами все пролечим. Ну, странный доктор. Я говорю, ну, почему же странный? Ну, как странный, она же могла бы тут же начать меня лечить и заработать денег. А она мне говорит, придете позже. То есть должна быть клиническая целесообразность всех манипуляций. И в нашей клинике мы не навязываем лишних услуг. Поэтому ждем всех вас у нас на приеме. Ссылка в описании видео. Следующий признак клиники, которая, возможно, не сможет вам помочь, это клиника не узконаправленная. Если у вас есть запрос на определенную проблему, вам нужно искать клинику, которая занимается этой проблемой. Вы же понимаете, это очевидно, что клиника, которая направлена на решение этой проблемы, давайте предположим, ортодонтия, у вас неровные зубы, и вам нужно их исправить. Но маловероятно, что в клинике дженерал направленности или общей какой-то направленности, где каждый сам себе режиссер, что вам окажет квалифицированную помощь. А если вы придете в узконаправленную клинику, где все процессы заточены на ортодонтическое лечение, то, вероятнее всего, вы получите более качественную медицинскую помощь. Неправильно я понимаю, что в одной клинике должны быть условно свои брекеты, а хайрис лечит другую? Нет, вы неправильно понимаете. Если вы пришли за брекетами, в этой клинике 100% будет терапевт, который вас пролечит. Но терапевт этот будет тоже направлен на ваше ортодонтическое лечение. Что это означает? Что его не будет смущать аппаратура в полости рта, брекеты, всевозможные форсусы, эластики, дуги. И терапевт будет понимать, что, как, когда и на каком этапе лечить. А если вы придете в клинику, где, как я называла, каждый сам себе режиссер, то, соответственно, у вас и будет. Ортодонт лечит по своей методике, терапевт будет его ругать, что он направил пациента с брекетами, я такое не лечу. Ортопед будет говорить, а я здесь хочу коронку поставить. Нет единой философии и концепции лечения. Если у вас был такой опыт неудачного похода в стоматологическую клинику, поделитесь с нами в комментариях этим опытом. Мы с удовольствием познакомимся с ним. И самый неочевидный, а может быть очевидный в современных реалиях признак того, что эта клиника подходит вам или не подходит, это ведет ли клиника социальные сети. Это очень важно сейчас. И это не про самоутверждение владельцев клиники, а это про экспертность. Если клиника показывает свои кейсы, показывает своих докторов, говорит о том, что мы работаем в той или иной концепции, клиника представлена в этом мире, она открыта к этому миру, она демонстрирует то, чем она занимается, то значит все окей, и туда можно смело идти. А если клиника даже не представлена в социальных сетях, и вы не можете найти никакой информации, чем они занимаются, ну, наверное, есть вопросики. Много интересных и полезных роликов для вашего стоматологического здоровья вы найдете на нашем канале, поэтому подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.